Всем привет! С вами Романгер на канале Spark, и сегодня я расскажу тем, кто задумывается о покупке игры и тем, кто только недавно начал свое путешествие по просторам The Elder Scrolls Online, немного о классах и расах, представленных в данной игре. На сегодняшний момент в Тесах существует 4 класса. В недалеком будущем, а именно в начале июня, разработчики планируют добавить пятый. Все классы могут быть как киллами, так и танками, так и стаминой или мана-дэмэдж-дилерами в ПВЕ. Кто справляется с одними ролями лучше, кто-то лучше с другими. Главное знайте, игра позволяет вам попробовать вашего героя с совершенно разных сторон. В ПВП присутствует небольшой дисбаланс, но главным фактором все-таки являются руки. Итак, Драгонайт и Декали Рыцари Дракона. Это мастера, использующие древние знания и традиции жителей Аковира. Представьте, что вы воплощение Акатоши. Практически все магические способности Рыцари Дракона это огонь, физический яд. А если вам понадобится защита, укройтесь за своим могучей чешуей и залечите раной собственным дыханием. Оставная особенность класса тактический контроль и переливание ресурсов. Из него выйдет хороший магический дд, неплохой стаминный дд, а также один из лучших танков в игре на сегодняшний момент. В ПВП играют как за стаминных, так и за магических, так и за гибридных Рыцари Дракона. Сорсер или Сорг. Используют силы Обливиона для подчинения доедрических тварей, способных как защитить и от хили своего господина, так и пойти за него в бой. Если вам отвратительны слуги доедрических принцев, используйте разрушительную магию молний. Станьте Бурей. Класс призвал уничтожать. Наи сильнейшие магические дд в игре сегодня это сорки. Кроме того, стаминные сорки очень комфортный вариант для прохождения ПВЕ контента, хоть они и не могут соревноваться со своими магическими аналогами. Как танков их используют редко. Редко их используют и как хилов. В ПВП вы можете встретить как сорок в тяжелой броне, способных сдерживать и убивать несколько врагов в затяжном бою, так и сорок в легкой броне, нацеленных на бои с большой дистанцией. Найтблейды, НБ или Клинки Ночи. Искатели приключений и дети удачи, наделенные даром выходить сухими из воды. Вытяните жизни из своего противника, укройтесь в тени, избежав атаки. Подкрадитесь сзади и прирежьте этому неудачнику горло в Аслам Ситис. Класс для тех, кто любит играть за воров и убийц. Неплохие ДД, также неплохие танки. Как хилы используются редко. В ПВП их стиль убивать из тени и снова уходить в тень. Темплары Рыцари Света, взывающие каэдрическим силам, чтобы уничтожать своих противников и лечить своих друзей. На данный момент темплары лучшие хилеры в игре. Неплохие магические ДД, чуть похуже ДД использующие стамину, а также достойные танки. В ПВП используют различные тактики игры за темпларов. Способности самоотхила у Воина Света позволяют ему чувствовать себя комфортно на полях сражений в Сиродиле. Первый раз своя пассивка активна с самого начала игры. В остальные необходимо вкладывать скиллпойнты. Оставшиеся три пассивки имеют три уровня, с каждым уровнем становясь сильнее. Кроме классов, в начале меню создания персонажа вам дадут выбрать раз. Всего раз 10, по 3 за Альянс и Имперец. Чтобы получить возможность играть за Имперца, вам нужно купить либо Имперское издание игры, либо проапгрейдить игру в кронном магазине до Имперского издания за кроны. Игровая валюта за реальные деньги. Имперец может быть выбран за любой Альянс. Также в простой версии игры вы сможете играть за расы в их привязке к Альянсу, а именно Бретонов, Арсимеров и Радгаров вы сможете создать только за Ковенанда Герфола, Альтмеров, Босмеров и Каджитов за Альмирский доминион, Арганиан, Данмеров и Нордов за Иванхардский пакт. Чтобы играть за любую расу в любом Альянсе, вам нужно будет купить Адвенчерс Пак или набор Искателей приключений. Этот набор также можно приобрести в кронном магазине. Комплект Искателей приключений не входит ни в Имперскую версию игры, ни в Имперский апдейт, так что его придется покупать отдельно. Каждая раса, кроме отличия во внешнем виде, оплодает расовыми пассивками, которые очень плохо отражены в меню выбора персонажа. Поэтому многим новичкам трудно понять, какая раса подойдет конкретно им. Начнем с Дагерфольдского Ковенанта. Бретоны, жители северо-западной части Тамриэля, с данных времен существовали под властью эльфов. Между эльфами и людьми заключались браки и рождались дети, выглядавшие как люди с более сильным магическим потенциалом. От этого и пассивная способность бретонов. Первая пассивка Оппортунист. Увеличивает получаемый Вами опыт ветки легкой брони на 15% и увеличивает количество получаемых Вами очков Альянса на 1%. Вторая пассивка Дар Магнуса. Увеличивает максимальный запас вашей мага на 4, 7, 10%. Третья пассивка Сопротивляемость заклинаниям. Увеличивает вашу сопротивляемость заклинаниям на 1320, 2640 и 3960 очков. Четвертая пассивка Магическое мастерство уменьшает стоимость магических способностей на 1, 2 и 3%. Бретоны очень хороший вариант для хила из-за большого количества ресурсов и састейна. Осимеры или орки имеют запутанную историю, но в чем никто не сомневается, так это в их силе и ярости. Кроме того, привыкшие жить в маленьких сообществах орки научились целиком задержать себя сами. Первая пассивка Мастер на все руки. Увеличивает получаемый опыт ветки тяжелой брони на 15% и увеличивает получаемый Вами крафтовый опыт на 10%. Вторая пассивка Мускулистый. Увеличивает максимальное здоровье и максимальную стамину на 2, 4 и 6%. Третья пассивка Непоколебимый. Увеличивает входящий в вас отхил на 1, 3 и 5% и регенерацию здоровья на 6, 13 и 20%. Четвертая пассивка Стремительный Воин. Увеличивает наносимый вами урон с оружия ближнего боя на 2, 3, 4%. Уменьшает стоимость спринта на 4, 8 и 12% и увеличивает скорость спринта на 3, 6 и 10%. Из орков выйдут неплохие стамины ДД и танки, однако для этих ролей есть варианты и получше. Поэтому в Закуровом ПВЕ вредко встретите орка, а вот в более универсальном ПВП многие используют эту розу. Редгары, родом из далекого континента Йокуда, закалены горячими песками и ярким солнцем. По всему Тамариэлю уходят слухи о силе и воле редгарских коинов. Первая пассивка Редгара, Путник, увеличивает опыт получаемой ветки одноручное оружие и меч на 15% и увеличивает длительность еды на 15 минут. Вторая пассивка, Боевой Мандраж, увеличивает регенерацию стамины на 3, 6 и 9%. Третья пассивка, Закалка, увеличивает максимальную стамину на 4, 7 и 10%. Четвертая пассивка, Прилив Адреналина, ваши атаки оружием ближнего боя восстанавливают 1, 2 и 3% от вашего максимального полустамина. Этот эффект имеет кулдаун в 5 секунд. На данный момент Редгары являются лучшей расой для стаминных ДД. На очереди Альтмирский Доминион. Альтмиры, или Высокие Эльфы, родом с Мерседских островов, по праву считаются сильнейшими магами среди всех Растамриэля. Первая пассивка, Высокорожденный, увеличивает получаемый опыт ветки посоха разрушения на 15%, а также увеличивает общий игровой опыт на 1%. Вторая пассивка, Заряженный Магии, увеличивает регенерацию магии на 3, 6 и 9%. Третья пассивка, Дармагмуса, увеличивает максимальное количество магии на 4, 8 и 10%. Четвертая пассивка, Элементальный Талант, увеличивает урон Холодом, Огнем и Молнией на 2, 3 и 4%. Альтмиры, одни из лучших магических дамагеров и хилов в игре. Босмеры и Релесные Эльфы, жители провинции Валенвуд, с почтением относятся к своим лесам и природе в целом. Гибкие, ловкие, быстрые, они являются лучшими лучниками на просторах Тумриэля. Первая пассивка, Акробат, увеличивает получаемый вами опыт ветки лука на 15%, уменьшает урон от падения на 10%. Вторая пассивка, Выгласливость Ифра, Ифра, Посмирский Бог Леса, увеличивает восстановление стамины на 7, 14 и 21%. Третья пассивка, Сопротивление Недугу, увеличивает максимальную стамину на 2, 4 и 6% и повышает вашу сопротивляемость болезням на 495, 990 и 1485 очков. Четвертая пассивка, Бесшумный, уменьшает радиус обнаружения на 1, 2, 3 метра и увеличивает урон из скрытого режима на 3, 6, 10%. Боссмеры очень полезны в ПВП, так как обладают огромным регеном стамины и наносят более сильные атаки из стелса, в ПВЕ эта раса не так распространена. Каджиты, кашкообразные жители Эльсвейра, природная грациозность позволяет им быть как бесшумными воинами, так и искусными ворами. Первая пассивка, Карманник, увеличивает получаемый вами опыт ветки средней брони на 15% и увеличивает шанс успешной карманной кражи на 5%. Вторая пассивка, Проворный, увеличивает регенерацию здоровья на 5, 10 и 20% и регенерацию стамины на 3, 6 и 10%. Четвертая пассивка, Бесшумный, уменьшает радиус обнаружения на 1, 2, 3 метра и увеличивает урон из скрытого режима на 3, 6, 10%. Четвертая пассивка, Резня, увеличивает оружейные криты на 2, 5, 8%. Неплохой выбор для стамины ДД, многие используют каджитов в ПВП. Перейдем к Абанхардскому пакту. Арганиани, ящероподобные жители Балун Блэкмарша, обладают высокой регенерацией и поклоняются Хисту, черпая из союза природную энергию. Первая пассивка, Амфибия, увеличивает опыт ветки посоховосстановления на 15% и увеличивает скорость плавания на 50%. Вторая пассивка, Находчивый, увеличивает максимальное количество магии на 1, 2, 3%. Также при использовании зелья вы восполняете 4, 8, 12% от вашего максимального запаса здоровья, магии и стамины. Третья пассивка, Арганианская сопротивляемость, увеличивает максимальное здоровье на 3, 6, 9% и увеличивает сопротивляемость болезням на 495, 990 и 1485 очков. Четвертая пассивка, Золотые руки, увеличивает вашу способность исцелять союзников и самого себя на 1, 3, 5%. Из Арганиан получаются неплохие хилы, иногда их используют как танков. Данмеры или Темные Эльфы давным-давно отделились от своих собратьев в поисках лучшей жизни и осели на территории, которую назвали Роздайн. Теперь все ее зовут Моровиндом. Кроме магических способностей своих предков, данмеры обладают хорошей выносливостью, благодаря сложным климатическим условиях их новой родины. Первая пассивка, Житель пепельных земель, увеличивает опыт ветки одноручного оружия на 15%, уменьшает урон от лавы на 50%. Вторая пассивка, Динамичный, увеличивает максимальную магию и максимальную стамину на 2, 4, 6%. Третья пассивка, Сопротивляемость Огню, увеличивает максимальную магию на 1, 2, 3%, и Сопротивляемость Огню на 693, 1386, 2079 очков. Четвертая пассивка, Разрушительная Родословная, увеличивает ваш огненный урон на 3, 5, 7%, и увеличивает ваш урон Холодом и Молнией на 1, 2%. Данмеры считаются одними из лучших магических ДД на данный момент. Норды, прибывшие на Тамриэль с северного континента от Мора, славятся своей боевой доблестью и выносливостью, а также любовью к выпивке. Холодные края сделали их устойчивыми к морозу. Первая пассивка, Пьяница, увеличивает опыт ветки двуручного оружия на 15%, увеличивает действие напитков на 15 минут. Вторая пассивка, Стойкий, увеличивает максимальный запас стамины на 2, 4, 6%, и регенерацию здоровья на 6, 13, 20%. Третья пассивка, Сопротивляемость Холоду, увеличивает запас здоровья на 3, 6, 9%, и увеличивает сопротивление Холоду на 693, 1386, 2079. Четвертая пассивка, Суровый, уменьшает входящий вас урон на 2, 4, 6%, из Нордов выходят неплохие танки. И, наконец, Имперцы. Имперцы, жители центральной провинции Сиродил. В сложные времена между царствием научили их стойко переносить все удары рока, но также они не потеряли и свой дипломатический талант. Первая пассивка, Дипломат, увеличивает опыт ветки одноручного оружия и щита на 15%, и увеличивает количество получаемого вами золота на 1%. Вторая пассивка, Крепкий, увеличивает запас максимального здоровья на 4, 8 и 12%. Третья пассивка, Закалка, увеличивает максимальную стамину на 4, 7 и 10%. Четвертая пассивка, Красный Алмаз. Ваши атаки ближним оружием имеют 10% шанс восстановить вам 2, 4, 6% от вашего максимального запаса здоровья. Имперцы являются одними из лучших танков в игре на сегодняшний момент. Надеюсь, с этими знаниями вам будет гораздо проще выбрать класс и расу для ваших приключений в мире Делдер Скроллс Онлайн. Всем спасибо за просмотр. Если видео было интересно и познавательным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Текст писал и озвучивал Роман Гер, видео снимала Эмпайр, видеомонтажом занимался Сергей Пруфкин. Всего доброго и до новых встреч на канале Spark!